Всем кто включил это видео, здравствуйте! Девчонки, на улице настоящая весна и мне кажется, что пришло самое время снимать шапки и выпускать наши волосы на свободу. И я подумала, а не поделиться ли мне о своем уходе за длинными волосами? Но прежде чем мы поговорим об уходах в сердцах, посмотрите, какая красота находится сзади меня. Девчонки, это Днепр и самая широкая его часть реки, самая широкая часть реки. Если честно, то не видно даже берега с другой стороны. И этот шум еще, он такой заволакивающий и баюкивающий. Если честно, я пожалела, что не взяла термос с горячим чаем сюда. Если у кого шалят нервы, то реально можно идти к воде и успокаиваться. И прежде чем я поделюсь об уходовых средствах, я хочу предупредить, что вы не услышите здесь о каких-то очень дорогих шампунях или бальзамах, которые надо очень искать долго. Все, знаете ли, очень просто. Мама пошла за хлебом, купила шампунь, пошла за солью, купила бальзам. Все на расстоянии ближайшего магазина, супермаркета. Но есть маленькие нюансы, на которые я обращаю внимание. Ну вот, с помощью монтажа за какие-то секунды я оказалась дома. И это естественно, потому что именно дома находятся всякие шампуни, бальзамы, маски и масла, о которых, собственно, и пойдет речь в этом видео. Итак, шампуни. Скажу сразу, что очень давно уже я абсолютно не обращаю внимания на такие надписи на шампунях, как питание, увлажнение, разглаживание или, наоборот, кучерявление. Почему? Потому что это все маркетинговый ход, просто чтобы продать то, что находится в самой баночке. Задача шампуня изначально стоит расщепить жиры и удалить их с поверхности головы, а также с поверхности волоса. И естественно, что шампунь, который мало того, что разбавленный с водой, так еще находится считанные минуты на голове, просто не может он питать, кормить, увлажнять и все остальное. Но понятно, что каждый шампунь имеет свою основу, то есть базу и потом уже все составные. И основой является то, что, собственно говоря, и создает вот эту пену, которая удаляет грязь с головы. И есть основа хорошая, а есть основа плохая. И понятно, кричат все интернет, телевидение, да и упаковки, что лаурил сульфат это плохо, лаурет сульфат это плохо и все там остальные это плохо. Но что же тогда хорошо и где искать хорошо? Как вы думаете, сложно ли мне было найти шампуни с хорошим составом? Нет, они оказались в соседнем магазине. Достаточно было всего лишь читать состав. А особенно много на отделах для новорожденных. Например, гель-пенка для купания младенцев Джонсон и Джонсон. Да, это не шампунь, но это очень классное, как бы, моющее средство для волос. Причем подходит и доченьке, и мне. И, кстати, наш уход вообще не отличается. Мой от ее, а ее от меня. И здесь, например, идет не лаурил, не лаурет, а основа идет кока-мидопропил. То есть то, что менее вредное. И вообще, где-то я слышала, что слова вот эти кока-мидопропил, кока-интел, кока-мидо, что-то там кока, это всегда лучше, чем лаурил или лаурет. Вот такая вещь оказалась, пенится плохо, но все, что не лаурил, мне кажется, пенится плохо. Вот первая вещь классная. Дальше известный шампунь Л'Аппетит Марселье. И знаете, что удивительно, их идет целая серия, то есть очень много. Но именно вот этот зелененький, который, не знаю, что для нормальных волос, и еще который для крашеных, красный, он идет тоже, уже он идет с аммониумом. То есть здесь нет лаурила, здесь база аммониум, но аммониум тоже на порядок выше, чем лаурет и лаурил. Остальные все шампуни Л'Аппетит, они идут именно с другой основой. Почему производители так делают, что из всех серий какая-то одна идет с хорошим составом? Может, конечно, они врут, ой, с хорошей основой. Может, конечно, они врут для того, чтобы нас привлечь. И тут то же самое, что и в остальных сериях. Но мы верим, покупаем. Еще одно средство, и это шампунь и пенка тоже для мытья, для купания младенцев. Шаума, здесь идет тоже кокамидопропил, никакого лаурета, лаурила нет. Тоже было куплено на отделе для новорожденных. Пенится хуже, чем обычный шампунь, но, мне кажется, значит, он безвреден, менее вредный. И чтобы не быть совсем ханжой, то есть, как будто, ну, у меня не только, у нас не только там шампуни без лаурета, и мы там заморачиваемся. Иногда я, простой человек, ведусь на всякие акции, когда написано, что купите одно, а второе за полцены, или купите два, а третий в подарок. Вот, также в арсенале есть совсем обычный DAF, потому что такая большая батья, плюс есть еще второй, который шел там за полцены. И здесь уже обычный содиум лаурет, сульфат, содиум кахлорид и ля-ля-ля-та-па-ля, но я не скажу, что он нанес целую кучу вреда, и мои волосы куда-то делись, убежали, что доказывает, что не от шампуня-то все зависит. Вот такими шампунями мы моем голову, мы не жалуемся, нас все устраивает. Устраивает бальзамы и маски. Девочки, к бальзамам и маскам требования у меня уже немножко повыше, чем к шампуню. И это исходит просто из моих желаний. Так как я постоянно утихомириваю пушистость, то мне хочется, чтобы бальзам или маска именно разглаживали. То есть я представляю это так, что чешуйки на волосинах, они как бы в таком возбужденном состоянии, и бальзам должен их пригладить и опустить к стержню волоса. И первая маска, бальзам, маска, которую я хочу похвалить, и я осталась очень довольна, это вот такой вот лореаль. То есть она очень классно разглаживает, особенно концы девочки, у которых сухие волосы, особенно крашеные, блондинки, понравится очень. Она как масло, густая, нужно ее совсем чуть-чуть, расходуется очень экономно, пахнет очень насыщенно. В общем, вещь классная. Вот, не убирая ее, скажу, что есть как альтернатива такая, ну, по крайней мере, для меня, мне кажется, очень похожий эффект на выходе, в результате я имею на своих волосах. Когда вот после этой маски я попробовала вот такую маску, дав, но именно идет с ультралегкими маслами. Она двухцветная, если ее выдавить. Она идет белая с желтым, и она на самом деле очень-очень разглаживает. Когда пользуешься этой маской, волосы потом, знаете, когда высохнут их хочется, они такие шелковистые и переливаются. То есть очень классная вещь, мне кажется, что результат дает такой же, как и вот эта. Попробуйте, но это кто хочет разглаживание, а кто постоянно делает объем, то вам, скорее всего, не подойдет, потому что она вот именно распутывает, волосы после нее очень хорошо расчесываются. Классная вещь, рекомендую. Есть еще вот такая маска, ой, есть еще вот такая маска у меня, кератин актив, покупала на сайте Мэйкап. Она недорогая, не густая, то есть течет. Ничего хорошего, так же, как и ничего плохого, сказать про нее не могу. Бальзам, даже это не маска, это, скорее всего, бальзам. Сказать, чтобы разглаживал, нет. Вот это лучше, вот это лучше. И еще есть один бальзам, это для Петит Марселье, для крашенных волос, достаточно густой. Очень густой, но просто белый, запах приятный, тоже разглаживает, делает шелковистыми, легко расчесываются волосы после него. То есть, вообще, продукт очень достойный. Но вот это лучше, то есть, по результат, который мы получаем на выходе. Но вот такие, девочки, вот бальзамы, о которых я рассказала. В принципе, все тоже очень просто, все с масс-маркета, но результат он есть. И есть еще пара продуктов не химического происхождения, а натурального. И вот они-то, мне кажется, играют главную роль в том, как выглядят мои волосы, дочкиные, что нету никаких выпадений, сечений или чего-то еще. И первое, это кокосовое масло. Лучше брать нерафинированное. Оно отличается сразу ароматом. Пахнет... Вот я не люблю вообще кокос, вообще не люблю такие сладкие запахи. Но это пахнет обворожительно. Оно густое. У меня это какой-то ойл бьюти. До этого было спивак, а сейчас я заказала на айфер. То есть, нерафинированное кокосовое масло. В чем, как бы, фишка? Перед мытьем, раз в неделю, раз в две недели, раз в две недели точно, набираю в руку, растираю и наношу на кончики волос. Очень много стараюсь нанести. Закручиваю просто в гульку, убираю волосы, хожу. Потом через час, два, три, ну, то есть, иногда там генеральная уборка, ходишь с маслом. Потом пошел смыл. Девчонки, вот эта маска на самом деле питает. То есть, тот результат, который вы увидите, особенно после третьей, четвертой применения, вот такой бомбезный результат, особенно для кончиков волос. Неважно, длинные волосы, короткие, кончики будут живые. И это, если этот продукт мы используем до мытья, то вот такое масло, масло семян брокколи, мы используем после мытья. И, кстати, кокосовое масло можно тоже после. То есть, это выглядит так. Волосы помыла, когда они еще влажные, наношу буквально вот на руку, в трех местах, вот так вот, три капельки. Потом просто беру, растираю, и на влажные волосы, пока ладошки вот нагрелись, и на влажные волосы наношу. И оно очень хорошо защищает от сечения, и дает какой-то блеск натуральный, шелковистость. В общем, очень классная вещь. Масло семян брокколи. Итак, девчонки, что я заметила из своего опыта? Что если волосы на голове есть, то они не обидятся, если вы будете мыть их обычными шампунями, бальзамами, которые находятся в соседнем супермаркете и доступны каждому. Не обидятся, не соберутся и дружной гурьбой не пойдут к соседу или к подружке. И если к сожалению или к вашему разочарованию волос у вас не так много, как хотелось бы, не такой густоты, то какими бы средствами вы не использовали, и какие бы деньги ни тратили на уход, они не придут от подружки к вам, от соседа и не поселятся у вас на голове. Благодарность за такую любовь. Можно, конечно, визуально подобрать стрижку, окрас, но это все будет визуально, а не как бы на самом деле. Короче, вы поняли. Самый популярный вопрос, как отрастить волосы? И ответ лично от меня. Оставьте их в покое. Правда, два года назад мои волосы были вот такой длины. И всего лишь за два года я даже не заметила, как они отросли. То есть найдите себе какое-то увлечение. Вышивка, бисер, вязание, шитье. И вы не заметите, как ваши волосы отрастут, как будто сами по себе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова